МиГ-29 по праву считается одним из лучших истребителей в своем классе. Его планер сконструирован так, что взлетать и приземляться он способен даже не на подготовленные аэродромы. При этом главным достоинством машины остается ее непрезойденный потенциал. Наш корреспондент наблюдал за боевой работой летчиков. Истребители – главная ударная сила авиации. На них возложена задача завоевать господство в воздухе. На вооружении белорусской армии самолеты четвертого поколения – МиГ-29БМ. Сегодня барановические летчики отрабатывают вопросы боевого применения крылатых машин. Выполняем полеты с применением неуправляемых ракет С-8 и в тройной пушке выполняем стрельбу по наземным целям. Приступили уже к полетам молодежь у нас, выпускники прошлого года. Начали увозные полеты на самолете МиГ-29. Понятие «молодой пилот» в авиации относительное. Оно зависит не столько от возраста, сколько от подготовки. Умение летать в сложных условиях днем и ночью. И, конечно, метко стрелять. Прежде чем полететь на авиационный полигон с практическим применением, выполняются специальные полеты по программе. Это на малых высотах, это поиск цели. Необходимо, чтобы летчик умел найти и опознать цель. И выполняются начали полеты на учебном боевом самолете, где инструктора обучают. Чтобы пилот мог поразить все цели, техники тщательно готовят вооружение самолета. Выверка прицела, контроль пусковых механизмов и загрузка боеприпасов. Специалисты утверждают, даже расположение духа должно быть настроено на мажорный лад. Если ты подошел с плохим настроением к самолету, то самолет хорошо летать в эту смену не будет. Даже если у тебя там какая-то растуда, болезнь, ну то есть плохо себя чувствуешь, то и самолет вот это почувствует и тоже будет так себя вести. А если у тебя настроение хорошее, там бодрое, то все пять вылетов ты проведешь без каких-либо там поломок, неисправностей, все отлично будет. В этот раз стрельбу ведут неуправляемыми авиационными ракетами. На самолет подвешиваются два вот таких вот цилиндрических блока, в каждом по 20 ракет. С-8 твердотопливная ракета калибром 80 миллиметров, массой чуть больше 11 килограммов. Она способна пробить броню толщиной до 300 миллиметров, то есть уничтожить современный танк. Только нужно быть точным. Заканчивает атаку противоосколочный маневр. Иначе можно оказаться в зоне поражения своих же ракет. Для этого надо грамотно построить маневр, то есть подойти к цели, выдержать определенные параметры ввода на боевой курс, определенные параметры стрельбы, учитывать погодные условия. Вся сложность в том, что все это надо решать именно в режиме онлайн. Конечно, в небе пилот может рассчитывать только на себя. Но чтобы в воздухе выполнить боевую задачу, работает целая команда на земле. Нынешняя летная смена, 27 взлетов, 27 посадок. Все цели поражены. Значит, команда сработала результативно.